Чего всем нам следовало бы ожидать от предстоящего саммита НАТО? Ну, здесь есть две разные вещи. Чего хотелось бы ожидать и что может быть? Конечно, если немножко помечтать, то хотелось бы, чтобы Украина была просто на этом саммите принята в НАТО. Но понятно, что это из сферы мечтаний. Этого не будет. Значит, хотелось бы максимум того, что можно ждать, это если Украине, во-первых, дадут тот статус, который позволяет фактически иметь все преимущества, которые дает НАТО, за исключением пятой статьи. Понятно, что это является причиной. И второе, мне кажется, очень важно, если будут четко сказаны конкретные условия приема в НАТО. Потому что в сегодняшний момент все достаточно расплывчато. И совершенно очевидно, что существует несколько трактовок препятствий. Первая трактовка – это то, что Украина не освободила все свои территории. То есть прием в НАТО состоится после того, как Украина освободит все свои территории, оккупированные Россией. Это одно условие, один вариант. И второй вариант – это прекращение боевых действий. Согласитесь, это разные вещи. Поэтому, если речь идет о том, что Украина будет принята в НАТО после того, как Россия перестанет совершать боевые действия по отношению к Украине, то это означает, что Россия может навсегда заблокировать Украине путь в НАТО. Потому что достаточно ей начать стрелять, и, пожалуйста, Украина не будет принимать в НАТО. То есть это на самом деле разные условия. И хотелось бы, чтобы это было первое. Что Украина освобождает свою территорию и ее принимают в НАТО. Но, кроме всего прочего, я думал, что все-таки саммит НАТО – это не только по поводу приема Украины в НАТО. Я думаю, что здесь есть более, я бы сказал, приоритетные вопросы. И вот тот диалог, который сейчас ведут президент Украины Зеленский и главнокомандующий ВСУ генерал Залужный, диалог, суть которого, по сути дела, выражен очень просто. Вы хотите, чтобы мы наступали без авиации, говорят Зеленский и Залужный? Так не бывает. Ни одна страна НАТО не будет осуществлять наступление без превосходства или хотя бы паритета по авиации. То есть на самом деле я думаю, что вот этот вопрос, который и в последнем интервью Зеленского прозвучал, и в выступлениях, точнее, в последних интервью Залужного прозвучал и в выступлениях Зеленского, ну, достаточно жестко поставленный вопрос, что, в общем-то, можно сколько угодно говорить о том, что Украина наступает медленно, но в таких условиях, что она вообще наступает – это чудо. Это просто чудо, потому что наступление без серьезного прикрытия с воздуха так просто не бывает. Это так не бывает ни в одной военной доктрине. И поэтому, в общем, достаточно серьезный вопрос. А вообще люди, которые на Западе, западные партнеры, которые собираются тянуть с предоставлением авиации Украине, рассчитывают на какое-то наступление, а авиацию, имеется в виду F-16, предполагают дать как раз в то время, когда начнутся дожди и осенние распутинцы. Они на самом деле не понимают, что они делают? Или они это делают специально? Чтобы сначала, знаете, вот есть такая, так сказать, смешная была, ну, не очень смешная, но тем не менее известная советская, значит, юмореская, раствор бар, раствор бар, цемент йог. Да, вот есть одно, нет другого. И вот, значит, в настоящий момент есть танки, ну, какое-то количество танков предоставлено, какое-то количество бронетехники предоставлено, и они могут наступать, но нет авиации. А вот в момент, когда будет авиация, танки наступать не могут, потому что будет осеннее распутиться. И поэтому вот это, мне кажется, на саммите НАТО этот вопрос должен как-то быть поднят, ну, скажем так, без излишней дипломатии. А вот достаточно, ну, я надеюсь, что у украинских дипломатов хватит такого, что ли, точности в выражениях, чтобы не утонуть в дипломатии. Чтобы поставить прямо вопрос, ребята, вы чего от нас хотите? Буквально только что появилась информация о том, что Владимир Александрович Зеленский дал интервью СНН. И вот, что он сказал из главного. Ответ Путина на мятеж вагнеровцев был слаб, диктатор теряет контроль над собственным народом, вся вертикаль власти, которая у него была, просто разрушается. Половина России поддерживает главаря Пригожина. Это первая мысль. Давайте вот сначала ее и прокомментируем, а потом пойдем далее. Ну, Зеленский в данном случае выступил, просто написал реальность, он сказал то, что есть. Действительно, тут на самом деле надо фиксировать следующие моменты. Первое, то, что он сказал, это соответствует действительности. Но дальше возникает вопрос, а что из этого вытекает? Вот что из этого вытекает? Да, действительно, Путин продемонстрировал чрезвычайную слабость. Путин продемонстрировал неуверенность. Путин продемонстрировал панику. Но вот у нас сегодня 3 июля, значит, вот 3 июля 1941 году была знаменитая речь Сталина. Вот это вот братья и сестры и так далее и тому подобное. Так вот, она состоялась на 11 дней позже, чем началось вторжение. То есть на протяжении всего этого времени Сталин был в панике, Сталин был в прострации, когда он произносил эту речь, он постоянно наливал себе воду, зубы его кляцали о стакан, и вся страна слышала вот это вот паническое состояние вождя. Это факт. Ну, дальше что из этого следовало? Из этого следовало ничего. То есть на самом деле, да, это была паника, было паническое бегство, но в конечном итоге тоталитарный сталинский режим, он выстоял. Понимаете? Вот да, действительно, Сталин показал свою невероятную слабость. На протяжении 10 дней он не мог собраться, он не мог вообще обратиться к гражданам Советского Союза, хотя, в общем-то, брак наступал. Ну и что? Вот такая вот особенность тоталитарных режимов, несмотря на панику вождя, у Сталина была паника, так же, как у Путина была паника в момент наступления Пригожина. Вот несмотря на это, в общем-то, режим устоял. Поэтому, с одной стороны, да, Зеленский абсолютно прав в том, что действительно, на самом деле, вот это вот мятеж Пригожина показал, что особой поддержки у населения на Путин в критические моменты, подчеркиваю, в критические моменты, не имеет, и население поддержало, на самом деле, Пригожина, и если бы Пригожин имел цель взять власть и имел такую возможность, то население прекрасно восприняло бы следующего диктатора точно так же, как воспринимает этого. И что из этого вытекает? А вот в настоящий момент из этого вытекает, что, да, в России возможно успешное вооруженное восстание. Это факт. Из этого вытекает, что Путин не имеет массовой поддержки в населении. Но из этого вытекает и то, что при этом состоянии путинский фашистский режим может существовать достаточно долго. Вот это вот проблема. Поэтому я бы не стал как-то очень уповать на обнажившуюся слабость путинского режима. Это не мешает этому режиму продолжать войну. Вот это вот такая неприятная новость. Вот все, что произошло, тот рентген, которым вот этот Пригожинский мятеж просветил, российское государство, российский режим обнажил его невероятную дряхлость, невероятную гнилость. Но тем не менее, вот в этом, вот это вот гнилое, полностью прогнившее дерево может стоять очень долго. И до тех пор, пока не произойдет что-то, что способно будет его снести. Это вот такая, понимаете, вот даже в отношении вот этого прогнившего, до конца сгнившего режима, я думаю, что вот какое-то шапкозакидательство неуместно, потому что он может долго продолжать войну. И ресурсы для этого у него есть. Пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно. Война еще не закончилась. Без Крыма победы не будет. Это второй месседж президента Зеленского в рамках этого интервью, CNN. Но я бы увязал его еще с одной историей. В частности, с Уильямом Бернсом. Президент, кстати, сказал о том, что он был очень удивлен, когда СМИ сообщили о его встрече с директором ЦРУ Бернсом, подчеркнув, что это должно всегда происходить за кулисами. Он говорит следующее. «Ситуация достаточно проста. У нас хорошее отношение с руководителем ЦРУ. Мы общаемся. Я рассказал ему обо всем важные вещи, связанные с полем боя, которые нам нужны». Конец цитаты. Два слова для наших зрителей. Мы уже сообщали о том, что газета «Вашнонпост» выходит с материалом, в котором сказано, что Бернс не так давно, незадолго до мятежа этого, собственно, приезжал в Киев. Он общался с президентом. И детали переговоров они сообщают. Они говорят о том, что Киев презентовал Бернсу мирный план, так называемый, который, возможно, будет реализован до конца этого года. Но суть в том, что вся артиллерия, оружие какое-то будет вот в самой непосредственной близости Крым на тот момент. И Киев готов отказаться от силового пути. Я так понимаю, решить вопрос дипломатически, но чтобы Россия оттуда ушла. И в итоге пристала к тем, в итоге пристала найти меры, гарантии безопасности, которые Запад может гарантировать Украине. И вот президент говорит, что он удивлен, что эти детали появились в СМИ. Я тоже, скажу честно, вам удивлен. Они просто... Давайте начнем с этого. Просто так они появились, как вы думаете? Или это месседж России в том числе? Мне трудно сказать, что это было. Вообще, я думаю, что в целом, вот всякие... Понимаете, что касается Бернса, то он, в общем-то, такой... Ну, член такой неформальной партии, партии, так сказать, замирения, партии умиротворения Путина, партии переговоров с ним, партии, значит, не поражения Украины, партии неразгрома окончательного России. Вот в этом проблема. Поэтому в целом, ну, в той или иной степени, эта партия во многом заигрывает с Путином. Значит, и вообще вот все эти разговоры о том, что там любая война окончается миром, поэтому надо вести дело к мирным переговорам, на сегодняшний момент упирается в одну очень простую проблему. что Путин не прекратит войну до тех пор, пока существует Украина. Он просто не прекратит эту войну. И все разговоры о том, что, значит, вот можно, например, подвести там какое-то вооружение к Крыму, и Путин пойдет на прекращение войны, я думаю, что это утопия. Это от полного непонимания того, что такое Путин. И в каких условиях Путин может прекратить войну? Путин может прекратить войну после того, как, значит, в Киеве сменится правительство, значит, в качестве президента или там исполняющего обязанности будет какой-нибудь Медведчук, например. Вот. И в этом случае он прекратит войну. Или в ситуации, когда, значит, будет давление неизмеримо более серьезное, чем сейчас. Но это из области фантастики. Потому что неизмеримо более серьезное, чем сейчас, это означает, что неожиданно Китай вдруг превратится в силу, которая в значительной степени действует в унисон с Соединенными Штатами Америки. Этого не будет. Поэтому давайте не фантазировать. Поэтому я думаю, что все эти разговоры о каком-то перемирии, о какой-то остановке военных боевых действий это все это все ненаучная фантастика. В таком случае каким вы видите формат, да, при котором можно было бы разрешить эту всю историю? То есть успешное контрнаступление вооруженных сил Украины и что потом, что дальше? Все равно то есть какой-то должен быть план я не знаю мирный что ли с Россией. Нужно же сказать, вот смотрите, мы вышли на границе там условно 91-го года, мы можем продолжать это делать сколько угодно, но ни вам, ни нам. Ну то есть что ж... Я думаю, что... Вы сколько угодно можете там скапливать войска и идти на нас, но вот у нас есть вооруженные силы Украины, у нас есть поддержка Запада, у нас есть деньги, у нас есть оружие. Ничего хорошего вы здесь не получите. То есть все равно будет какой-то переговорный процесс? Да, конечно, конечно, безусловно. Но для этого нужны, так сказать, одно обязательное условие, а второе желательное. Обязательным условием является дооккупация всей территории Украины, то есть выход на границы 91-го года. Это обязательное условие. Проблема, вот вы знаете, проблема даже не в том, что это правильно, что это справедливо. Вот я сейчас вообще все это отбрасываю. Проблема заключается в том, что в Украине есть главный субъект, вернее, два главных субъекта политического процесса. Их всего два. Один это украинский народ, и второе это украинская армия. Потому что Украинское ВСУ это самостоятельный субъект политического процесса. Я стараюсь не особенно распространяться по поводу того, что происходит внутри Украины, но все-таки глаза и уши у меня есть. Я понимаю и чувствую Украину, несмотря на то, что стараюсь как можно меньше комментировать. Но вот это я вижу и знаю точно, что даже несмотря на все мое глубочайшее почтение и преклонение перед мужеством Владимира Зеленского, я не считаю его главным субъектом украинской политики. Главный субъект украинской политики это украинский народ. И Зеленский просто чувствует украинский народ и представляет его. И до тех пор, пока он его представляет, он действительно успешен. Как только чуть-чуть в сторону, даже если вдруг такое случится, этого не случится, потому что он его чувствует. И точно так же второй субъект, не менее важный, отдельный субъект это вооруженные силы Украины. это вот, и поэтому никаких шагов, даже если кто-то бы решил, вполне разумный, некто разумный решил бы, что ну в конце концов, ну сколько можно класть в землю лучших представителей украинского общества. А действительно гибнут украинцы, что тут говорить, гибнут, много гибнут. И вот если бы кто-то разумный например сказал, что ну в конце концов, ну зачем нам там этот значит Донбасс с Луганском, зачем это надо? Вот они, они зачем? Это же действительно выморочные земли сейчас. И вот зачем там со всеми этими жителями Донбасса и Луганска, которые в общем-то уже за за то время, что они под оккупацией, там огромное количество людей уехали, остались в общем те, кто в основном все-таки поддерживают оккупационные земли. И вот зачем нам это? Да, вот какой-то умный человек, а такие люди есть, я знаю их, говорят, что зачем нам это надо, зачем нам умирать за земли, где живут люди, которые нас не очень любят. Но проблема заключается в том, что украинский народ и украинская армия с этим не согласятся. Вот они не согласятся с этим умным, рассудительным человеком. И все дальше теряет значение, потому что главными субъектами украинской политики являются украинский народ и украинская армия. Все, точка. И поэтому президент Зеленский, как человек, который в общем-то понимает и слушает, что называется, слышит вот это вот дыхание украинского народа, он выражает его воли, выражает его интересы. Все, точка. Не будет никаких переговоров до тех пор, пока Украина не вытеснит оккупационные войска за пределы своей территории. Просто не будет. Вот и все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok